Я гражданин России. Я из Новосибирска попал в Москву. Я уже три года живу в Москве. А познакомились мы с Медяной в Ташкенте. В прошлом году полгода жил в Ташкенте. У меня был проект, я работал, искал IT-стартапы для того, чтобы развивать, инвестировать в них. И в какой-то момент сидел один, мне было очень скучно, и я залез на сайт незнакомств, сайт путешественников, couchsurfing.org. Я когда-то в Бразилию ездил путешествовать по этому сайту, познакомился с бразильцами и жил у них, как у своих друзей дома. Вот, вспомнил про этот сайт, потому что скучно было, друзей мало в Ташкенте. Вот, и подумал, в Ташкент едут путешественники со всего мира, буду там общаться с людьми, смотреть, кто приезжает. То есть там, вот так. Залез, увидел там Мадьяну. А я, самое смешное, до этого никогда не была на этом сайте, я понятия не имела, что это такое. Но он у меня был, конечно, в телефоне, так как я в 17-м году ездила путешествовать в Иваку, он у меня был в телефоне, но я им не пользовалась, потому что я не поняла, как им пользоваться. А вот, когда нужно было лететь в Ташкент, я опять зашла туда, начала все полностью заполнять, еще ввела свой пин-код, там, карточки, сняли с меня 100 долларов, конечно, в тот день. Я такая думаю, ну ладно, пусть будет так. Я как понимаю, значит, вот купила своего мужчину. С того момента, вот я написала, что полечу в Ташкент на неделю, а еще человека с кем, кто покажет мне Ташкент, чтобы нужно было погулять, потому что у меня тоже никого там не было. Мы начали созваниваться. Сначала на сайте общались. Сначала на сайте пообщались, потом начали созваниваться, потом с видео начали созваниваться. И как-то, не знаете ли, как каждый вечер, там, вот до приезда Мадиады начали... 18 дней. 18 дней, да, начали болтать просто там вот каждый вечер. По видео, да. И 28-го или 29-го? 28-го или 29-го декабря. 29-го декабря я была вот 18-го года в Москве. И вот. Все, с тех пор вместе живем. Самое главное у нас и здесь посольство в Москве казахстанское, и все условия, я думаю, нет никакого смысла ехать. Да, мы поняли, что в Алмату не полетим, поэтому пришли в посольство и начали выяснять под посольство Казахстана, каким образом здесь расписаться. Я же на самом деле сходу не ожидал, что так легко и быстро получится. Я думаю, что вот когда ты видишь своего человека, ты видишь, и ты понимаешь, что это твое. И можно здесь попытаться что-то делать. И люди иногда даже забывают, что сейчас мы живем, это наша жизнь, сейчас идут минуты твоей жизни. Улыбнись в какой-то момент, подними голову, посмотри на него. Я думаю, сейчас именно такой момент, когда нужно становиться именно женщиной и заниматься именно женскими делами. Уважаемый жених и невеста, день торжественной регистрации вашего брака является знаменательным событием. Поэтому позвольте перед актом торжественной регистрации задать вам несколько вопросов. Является ли ваше желание вступить в брак свободным, взаимным и искренним? Да. Какую фамилию решили носить после регистрации брака? Свою. Называйте. Алина, прошу невесту и жениха подойти к столу и скрепить ваш семейный союз подписи. Пожалуйста, приходите. Ваш брак зарегистрирован. Объявляю вас мужем и женой. Прошу супругов обменяться обручальными кортами, символом вашей верности, любви и согласия. Сегодня вы стали мужем и женой. И с этой минуты, с этого дня, рука об руку, вы пойдете вместе по большому жизни. Будете вручить вам в свидетельство о регистрации брака ваш первый семейный документ. Спасибо. Еще раз сердечно поздравляем молодых. Желаю вам крепкого здоровья и успехов. Наш сын и Мадиана стали мужем и женой. Мир современный, границы стираются. И вот их свадьба говорит о том, что если есть любовь, то она преодолевает и границы, и расстояния. Есть родственники на севере Казахстана. Так что мы были в Казахстане, знаем, в Алма-Ате были, на севере Казахстана. Ну и мы очень любим эту страну, нам очень нравится Казахстан. Поэтому я думаю, что тебе у нас будет больше поводов чаще бывать в Казахстане. Казахстан Казахстан